За 9 лет реализации закон 1539 уже неоднократно доказывал свою эффективность. В Краснодарском крае, в том числе и в нашем районе, удалось добиться определенных положительных результатов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Что сделано, а также с какими проблемами приходится сталкиваться при реализации закона, особенно когда речь идет о самых юных славянцах, обсудили на совещании с руководителями детских дошкольных учреждений. Провел совещание заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Он отметил, что с начала этого года в нашем районе был выявлен 31 ребенок в возрасте до 7 лет, находящийся на улице без сопровождения взрослых. Чтобы этого не допускать, важно вести профилактическую работу с родителями воспитанников детских садов. Обращаюсь к вам. Вы первичное звено в системе профилактики. Вот ничего не укрывать. Видим, что очень неблагополучие в семье информировалось. Первое. Второе. Принятие небезополагательных мер. Если надо, значит, постановка сети на учет и дальнейшее отслеживание ее в органах системы профилактики. На совещании Виталий Титаренко призвал заведующих дошкольных учреждений в очередной раз напомнить родителям об основных положениях закона 1539, провести родительские собрания и подготовить памятки, где будет сказано о целях принятия закона, о правах детей, обязанностях родителей и о наказаниях, предусмотренных законом. Закон 1539 призван защищать и оберегать детство. И очень важно донести до родителей, что соблюдая закон Краснодарского края, они сохранят жизнь и здоровье своих детей. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».